Добрый день! Меня зовут Станислав и вы на канале Орхидеи Дома. В крайнем видео за воскресенье 9 июля мы отделяли детку Орхидеи Беглипа и делали новую посадку. И вот зрительница Татьяна задала вопрос, когда же поливать будет нужно после пересадки. Так вот, давайте вспомним, какие были корни у нашей детки. Значит вы видите, что те корни, которые были в посадке, они темно-зеленого цвета. Те корни, которые были воздушные, как вы видите, они светло-серые, с серебристым немного оттенком. Так вот, сегодня у нас среда, 12 июля. И давайте же посмотрим, в каком состоянии у нас сейчас находятся корни этой детки. Итак, смотрим верхние корешки серебристого цвета. Те корешки, которые в посадке, вот вы видите, тоже серо-серебристые. И вот даже те, которые были зеленые, они тоже серо-серебристые. Так что, как говорится, лучше один раз показать, чем 10 раз рассказать. Поэтому я вот и решил снять это видео, чтобы было наглядно видно, когда же поливать после пересадки. Так что, вот мы видим, что орхидея готова для полива. И сейчас мы сделаем полив. Перед тем, как сделать полив, хочу сейчас замерить в очередной раз воду на соли, так как у нас прошли дожди, и я собрал новую воду, для того, чтобы убедиться, что вода нормальная по своему солевому составу. Набрал я дождевой воды. Вот наш чудо-прибор. Определитель PPM. И вода в этот раз у нас 51-52 ППН. Значит, последний раз, я, конечно, могу ошибаться, по-моему, этот показатель был в районе 56. То есть вода, в принципе, осадки выпали неплохие. Ну что, вода у меня немножко теплая. Так, наверное, с этой стороны будет мне немножко удобнее залить. Вот так вот, я думаю, достаточно. И если в предыдущих видео про полив, я говорил, что можно оставить на 15-20 минут, для того, чтобы корни напитались и посадка, и особенно посадка, когда новая, можно и на более длительный срок. Но здесь есть вот один меанс, на котором я хочу заострить внимание, чтобы вы понимали и не делали таких ошибок. Значит, так как у нас были воздушные корни, а воздушные корни нужно еще приучить к воде, к влаге, то вот первых 2-3 полива я обычно делаю не больше 5 минут. То есть за это время достаточно будет орхидеи напитаться корням. Вот вы видите, да, как уже корешок этот напитался. А те корешки, которые были воздушные, ну да, вот этот корешок, правда, не попал у нас полностью. Может он быть там за корой, я не буду сейчас разрывать. И где-то дальше он и опускается ниже. Но для того, чтобы вот эти воздушные корни, которые у нас были, приучить к воде, я считаю, что нужно не больше 5 минут. Ну что, давайте, чтобы не затягивать видео, я уже минутка прошла, через 3 минутки включусь, и мы продолжим. Ну что, вот и прошло в общей сложности 5 минут. Давайте еще сейчас посмотрим, как у нас корешки напитались. Вот видите, тот, который корень у нас был уже в посадке, он набрался темно-зеленого цвета. А тот корешок, который у нас был воздушный, смотрите, он еще не привык к воде, он не привык пить. И если мы его оставим на долгое время, то есть вероятность, что он может начать гнить. Как и вот этот маленький тоже. Так что сливаем воду. Давайте еще раз посмотрим. И теперь будем мы просто наблюдать. То есть, когда корешки у нас снова станут серо-серебристого цвета, мы тогда сделаем очередной полень. Ну, а для большей наглядности, есть у меня еще подростки, у которых будет сейчас очень хорошо видно, поливать или не поливать. Вот смотрите. Это у нас вот моя принцесса, кстати. Это все вот эти орхидеи, кроме Леодоры. Леодора это только, которую я покупал в размере 1,7. Все остальные это выходцы из фласки, которых я сам вытаскивал. И вот уже одна из этих растений решила зацвести. Рановато, конечно, еще ей бы нарастить листовую массу корневая, как вы видите, отлично. Есть, правда, немножко вот заселенный корешок, но в принципе вы видите, да, в каком состоянии растение. Так вот, здесь, что я хотел показать, корешки темно-зеленого цвета, и их поливать еще рано. Следующую берем. Вот, смотрите, тут уже корешки. Немного цвета отличается. Уже он более серый, чем зеленый. Но я в этом случае все равно еще день-два жду, не поливаю в таком состоянии. Так, давайте следующую. Вот, смотрите, здесь у нас корешок тоже хороший, зеленый, и поливать его еще рано. Вот следующая орхидейка. Здесь вот мы уже видим корешки даже такого не просто сероэта, а с белым таким вот оттеночком. Ну, тоже. Такую вот орхидею, в принципе, можно полить, но можно еще день-два оставить, ничего страшного не будет. Ну, и давайте уже последнюю лосинят бывших мы уже посмотрели. Давайте посмотрим уже из размера 1,7 леодора, которую я покупал. И вот наглядный пример, какого цвета здесь корешки. Да? Я думаю, вам всем понятно. Вот маленький-маленький только кусочек зеленого цвета, но вот эту орхидею можно уже смело поливать. Но я и эту орхидею еще на сегодня оставлю, и завтра уже полью вместе с теми орхидеями, чтобы хотя бы примерно соблюдать какую-то массовость. Ну вот, надеюсь, что, Татьяна, я ответил на ваш вопрос. Я думаю, видео вам было полезно и интересно. Кстати, под видео будут ссылочки, где будут две ссылки на телеграм-канал и на OLX, где такие подростки продаются. Вы сможете посмотреть, какие сорта, какие цены и мои контакты. Вот, пожалуй, и все моменты, на которые я хотел обратить ваше внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, приводите на канал друзей. Ну, и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok